С момента выхода оригинальный Пейнкиллер в 2004 году жанр бесшабашных мясных стрелялок пребывает в беспросветном унынии. Одним игрушкам сильно не хватает динамики, другим — простоты и легкомысленности, третьим — самобытности и стиля. Оценить, насколько плачевно положение вещей, можно, взглянув на тщетные попытки создателей недавних некровиженной Дримкиллер, растормошить сонную публику бородатыми фокусами, знакомыми еще со времен Doom. Впрочем, выпускать сгоряча «не пойми что» и «не пойми зачем» отваживаются только самые отчаянные разработчики. Конторы с опытом попадать в просаг не спешат. Поэтому нет ничего удивительного в том, что перед релизом «Сириус Сэм 3» коллектив студии «Кро Тим» решил прощупать почву и перестраховаться, выпустив ремейки своих самых успешных проектов. «Сириус Сэм Де Фёст Энканто» и «Сириус Сэм Де Секонд Энканто» — первое пришествие уже в продаже, второе станет доступно в течение нескольких месяцев. Главный козырь «Сириус Сэм» образца конца 2009 года — совершенно новая технология «Сириус Инджин 3», познакомившая игру с текстурами высокого разрешения, ослепительными спецэффектами и более-менее вменяемой физикой. Восемь лет назад о такой картинке никто не смел даже мечтать. При этом серьезный Сэм не растерял былой харизмы и по-прежнему напоминает жизнерадостный балаган с участием недалекого качка и сотен нелепых монстров. Немаловажно, что моторчик не только выдает вполне достойную по современным меркам графику, но и шустро бегает на машинах вчерашнего дня. В остальном обновленная «The First Encanto HD» — щедрая доза ностальгии и почти точная копия одного из самых заметных шутеров 2001 года с динамичными перестрелками и откровенно детским интеллектом. Ни зачатки сюжета, ни дешевые ролики не способны отвлечь от безостановочной кровавой бойни. Старые монстры, старые уровни, старые пушки — все это аккуратно поставлено на новые технологические рельсы. Заметных нововведений очень мало, и большинство из них носит косметический характер. Например, поправлен баланс оружия. У Сэма появился армейский нож, а некоторые монстры научились приемам ближнего боя. Та же двустволка перестала быть волшебной панацеей от всех бед. Из-за того, что разработчики слегка уменьшили урон, скорострельность и кучность, использовать ружье отныне разумно только в тесных закрытых помещениях. На знакомых египетских уровнях стало чуть больше секретов, но оценить это смогут только самые настырные фанаты. Управление, очень в стиле Sirius Sam, доведено до минимализма. Для успешного прохождения необходимы лишь стандартные клавиши движения и левая кнопка мыши. Однако кое-где крутим, отошли от канонов. К сожалению, не там, где это действительно нужно. Старина Сэм стал чуть медлительнее, что моментально убило бешеную динамику оригинала. А вот изменений в геймплее, там, где они бы на самом деле не помешали, их просто нет. Избирательная верность традициям сыграла с Кро-Тим злую шутку. И без того старомодная Sirius Sam стала скучнее. Такого количества неприкрытых скриптов, наверное, нет ни в одной современной игре. Стоит зайти в новое помещение, на тебя сваливается очередная кучка монстров. Стоит взять единичку брони или аптечку, на тебя сваливается очередная кучка монстров. И так далее. Кстати, враги так и не научились обходить препятствия. И если в 2001 мы еще могли закрыть глаза на какого-нибудь истукана, пытающегося прорубить стену лбом, то сейчас такие глупости вызывают сильное раздражение. Зато теперь ясно, что если грядущая Sirius Sam 3 будет хотя бы наполовину напоминать морально устаревшую The First Encanto, разработчикам лучше переждать первые дни после релиза где-нибудь в окопе или бомбоубежище.